Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Греко-турецкая война. Подписание Северского договора. Арман Татуян. Недопустимо спекулировать на возвращении заключенных. Казета Республика Армения. В Армении есть все возможности. В Мартакерте проблема с питьевой водой. Анкара реализовывает политику мягкой силы. Отчет Совета Европы. 1% населения Турции находится в тюрьме или условно-досрочном освобождении. Агриагури, пещеры верхнего берегана ждут посетителей. Коньяк Арарат Нейрис завоевал золотую медаль на конкурсе алкогольных напитков в Токио. Ровно 99 лет назад, 7 июня 1922 года, греческий флот бомбил Самсун у побережья Черного моря. Во время греко-турецкой войны 1919-1922 годов греческая армия при поддержке британцев вторглась в Анатолию. И Самсун был один из городов, подвергшихся бомбардировке в то время. 10 октября 1917 года президент США Удро Вильсен после окончания Первой мировой войны заявил из Белого дома. Турция должна быть полностью уничтожена, а процесс определения ее будущего статуса должен быть решен на мирной конференции. На мирной конференции в Париже 6 мая 1919 года Соединенные Штаты во главе с Фудро Вильсеном, Англия во главе с премьер-министром Ллойдом Джорджем и Франция во главе с президентом Климансо решили передать Смирну грекам. Американский историк Эванс пишет в своей книге «Разделение Турции». 15 мая 1919 года греческая армия под эгидой британского, французского и греческих флотов дислоцировалась в Смирне. В то время там находился американский флот. Вильсен также предпринял шаги по созданию армянского государства Западной Армении. Он лично определил границы армянского государства в 1920 году. Соединенные Штаты, которые по соглашению с Англией и Францией открыли грекам путь в Смирну, в период с 1918 по 1923 годы держали около 20 военных кораблей. Последний также оказывал финансовую помощь греческой армии. Спекуляции на тему армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, недопустимы. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян. Комментируя заявление исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна о готовности обменять своего сына на армянских пленных. Тем более этого нельзя делать в контексте обмена на других людей. Очевидно, что подобное произойти не может, а спекуляции лишь усиливают напряженность в стране и создают дополнительные сложности в деле возвращения пленных, давая Баку повод повысить цену, сказал Татоян. Кроме того, такие заявления можно трактовать как очевидное неуважение к самим пленным и членам их семей. Защитник прав человека потребовал полностью прекратить подобные спекуляции, подчеркнув, что нужно не создавать препятствия, а предпринимать реальные усилия для возвращения людей на родину. Иран и ЕАЭС начнут переговоры о полной совместной зоне свободной торговли. Как сообщает ДТРН Таймс, переговоры состоятся в ближайшее время. Такое решение было принято после встречи председателя коллегии ЕАЭКа Михаила Мясниковича с министром энергетики Ирана Резой Ардакяном в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны также подробно остановились на международном транспортном коридоре Север-Юг и других совместных инициативах. Здесь обратим внимание на несколько обстоятельств. Армения является членом ЕАЭС. Временное соглашение с Ираном о создании зоны свободной торговли вступило в силу во время председательства ЭРА. В начале марта этого года посол Индии в Иране заявил, что Индия планирует соединить Индийский океан с Евразией через Армению, коридор Север-Юг. Другими словами, это большая геоэкономическая программа, которая будет диктовать множество политических условий и полностью вписывается в контекст геополитических событий на Большом Ближнем Востоке. Полный текст статьи доступен в сегодняшнем номере газеты Республики Армения. В Марта Керте проблемы с питьевой водой. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс заявил мэр Марта Керта Миша Гюрджан. По его словам, частично повреждены ряд жилых домов, здания мэрии и больницы, ремонт которых еще не начался. До войны в городе проживало 4,5 тысячи человек. После войны ряд семей были переселены из города, численность населения сократилась до 3831 человека. Но в город было переселено лишь около 1124 человек. С 1 декабря 2020 года уже возобновили работу две школы. В первой школе учится 601 ученик, а во второй – 248 человек. Детские сады возобновили работу с 1 декабря. 140 детей посещают первый детский сад, и 63 ребенка посещают второй детский сад. Город газифицирован, проведена электроэнергия. Уже две недели у нас проблемы с питьевой водой. Мы привозим питьевую воду из сел, сказал мэр. В преддверии саммита НАТО в Брюсселе 14 июня Турция пытается проводить политику мягкой силы. В контексте сегодняшних геополитических трансформаций, когда международный баланс сил значительно меняется, Турция считает себя региональной державой, которая может играть более значительную роль в мировом развитии, чем просто быть инструментом других сверхдержав в регионе. В этом контексте турецкая англоязычная газета Daily Sabah несколько дней назад опубликовала интересную статью, в которой отмечалось, что Байден должен учитывать огромную мягкую силу Турции и ее важность в их конкуренции с Китаем на переговорах по турецко-американским отношениям. Турция, которая раньше играла роль в стерживании Советского Союза, теперь предлагает свои услуги Западу и Соединенным Штатам в конкуренции с Китаем. Из-за своего географического положения и большого экономического влияния Китай представляет угрозу для Турции в расширении своего политического влияния в тюркских государствах Центральной Азии. Поэтому турецкая сторона предлагает свою помощь, ценой которой должно стать признание ее гегемонии в турецком мире со стороны Запада, а также США. Согласно последним данным, опубликованным Советом Европы, в 2020 году по состоянию на иварь 2013 года 1% населения Турции, включая оккупированную Западную Армению, находятся в тюрьмах или на условно-досрочном освобождении. Следует отметить, что население Турции, включая оккупированную Западную Армению, составляет около 85 миллионов человек. В отчете, подготовленном Лозаннским университетом в Швейцарии, для Совета Европы говорится, что в 2020 году по состоянию на 31 января 984 из каждых 100 тысяч граждан Турции поднаходятся в тюрьмах. Поэтому показателю Турцию является абсолютным лидером среди европейских стран. В Европе этот показатель в три раза ниже. В среднем 265 из каждых 100 тысяч граждан находятся в тюрьмах в Европе. В отчете также говорится, что в 2019 году количество условно-досрочных освобожденных в Турции увеличилось на 6,1% по сравнению с 2020 годом. Поэтому показателю Турция занимает второе место в Европе, опережая лишь Польшу. Скользкие пещеры Юкар-Белега в районе Ди-1 провинции Агр Западной Армении расположены в скалах недалеко от села у подножия гор Тондр-Океан, похожи по структуре на древний город Майя, и ждут изучения и освещения. Расположенная в 55 километрах от центра Агри провинция Ди-1 привлекает посетителей в любое время года своими источниками Джармука, широко известными своим целебными водами, протяженными ущельями и историческим древним городом Майя, где когда-то жили множество цивилизаций, вокруг которых образовались сказочные дымоходы. Внутри пещер, созданных сразу за деревней на южном клоне горы Тондрак, в скалах расположены жилые кварталы Тонир. Однако мало кто в регионе знает об этих местах. Тонир в пещерах и различные бытовые следы доказывают, что здесь когда-то жили люди. В июне в столице Японии завершился конкурс алкогольных напитков Токио-Выски, в результате чего коньяк Арарат Нейри 20-летней выдержки был удостоен золотой медали и победитель в категории. Конкурс Токио-Выски и алкогольных напитков, проводимый японским исследовательским центром, направлен на продвижение и распространение высококачественных напитков по всему миру. В этом году в конкурсе приняли участие 427 напитков из разных стран мира, в том числе различных всемирно известных брендов. В этом смысле конкуренция за Арарат Нейри была острой, но легендарный армянский коньяк преодолел и первый тур конкурса, и индивидуальную оценку специалистов, и вторую групповую дискуссию, и оказался в номинации «Лучший из лучших», в результате чего были розданы золотые победы конкурса. Стоит отметить, что коньяк Арарат Нейри созданный в 1967 году завоевал более 30 золотых медалей на самых престижных соревнованиях в мире. Но это первая победа страны-производителя. Далее для вас музыкальная группа «Ганзасар» «Геташен». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...